здравствуйте друзья кузнецов дмитрий но сегодня решил начать с подборочки пожалуйста послушать я знаю что многим нравится подборки но специально собрал такие не длинные каратыши как я их называю ну давайте вместе поугараем посмеемся ну и серьезно отнесемся к тому что услышим итак внимание слушаем пока еще не разговариваете но это я это вы чувствуете по поводу до новичка накалилась правильным вам ранее услугам связи уважаемый а причем здесь накаленная обстановочка накаляете вы ее своему планению на погашение долга по предоставленным ранее ростелеком ну и чё узлецов научитесь отвечать хорошо научусь так ну двух словах друзья не в курсе мне ростелеком нарисовался короче какой-то там у них долг и плевать хотел на этот долг что там как ростелеком просто когда-то давно покупая квартиру здесь санкт-петербурге от старых хозяев был тут телефон стоял и телевидение было подключено которое мы отключили и само собой подключили новые нового оператора они с меня требовали писали письма за аренду какого-то оборудования причем каким-то образом умудрились на меня это все включить я не знаю не стал разбираться но плевать она не хотела ну давайте еще послушаем здравствуйте дмитрий евгеньевич здравствуйте старший инспектор гундерман и соседей генназиума компания директор уговор записывается дмитрий евгеньевич за нас поступил по кредитам вашей задолженности перед банком финансовой прорации открытия по сегодняшнему день сумма задолженности 609 тысяч 750 рублей на 8 копеек ваш банк кредитор требует оплату на срок какую дату вы переведете оплату а я банку сообщу вы не беспокойтесь занимаетесь банки с вами не заживаются отрижать так как вы на средней статусе должника радость-то какая на данный момент все разговоры записаны на данный главный офис банка головку протрите звукоснимающего дмитрий евгеньевич общаться будете со своими друзьями так понятно вам как отказ фиксирует данная бам seventy more осттаки он об końback видео все хорошо судебный процесс Ether mi будет все будет у меня психиатрическая комиссия gun Ну вот такой вот вариантик, да, тоже протараторила, прям буквально по бумажке там прочитала, поняв, что... Ну я, кстати, к таким лояльно отношусь, вот поняли, что ничего не сделаешь, и все, и раз, и съезжают. А есть такие, с того же Эвереста, да, которые прям реально как вызов принимают строптивый характер должника. Давайте послушаем такой вариант, пожалуйста. О! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Греченко Вера Олеговна, специалист компании Байфинансы. Будет связать с разговором. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. С вами разговариваем? Да. Звонок касается ваших финансовых обязательств. Дата рождения вашего, уточните, пожалуйста. 772. Перед ПАВ-банк, с ука открытием, у вас имеется просрочка по потребительскому кредиту? Да, имеется просрочка? Задолжен. Просрочище, наверное, уже, да, не просрочка? Вы же видите, сколько дней, да? И перебиваете. И только начал. А что, ну, что звонить-то? Ясно, что ничего никому не достанется, только через суд. Вы же какой третий раз пытаетесь меня взыскать? Пережив сколько... А вы в суд подавать не решили? А мне зачем? Я с головой не дружу, что ли. Это у вас там, это по вашей части. Разногласия с мозгами. А банк-то не подавал, Дмитрий Евгеньевич. Я знаю, что не подавал. Вот захочет деньги получить, пускай подает. А почему вы здесь? Для чего? Цель, обращение в суд. Ну, деньги хочет получить. Или что? Вы предполагаете, что с помощью каких-то там МБА финансов и тому подобной никчемной публики можно с ней деньги получить? Ошибаетесь. Дмитрий Евгеньевич, вы цензуру соблюдаете для начала? А что я нецензурного сказал? Что я нецензурного сказал? Что неименяемая публика, это совершенно, понимаете... Главное, что у вас все в порядке с восприятием информации о вашем долге. Остальное не важно. У меня все в порядке, и это важно. 609 750 рублей у вас просрочка за 840 дней неоплат в графике. А что вы злитесь? Я что, у вас их взял? Что за эта вот натура злится? Ну, сказали спокойным тоном, да, и все. А что тут это подрываться, что-то меня на место попытаться ставить? Ну, ясно же, ничего не получится. МБА финансов... Не преувеличивайте, Дмитрий Евгеньевич. Я вообще все в стандарте вам преподносил. Вы всего лишь должник, который... Ну что теперь, ну вот опять... Опять эмоции. Зачем? Зачем эмоции? Какие эмоции? Это у вас долги. Мне так вот все равно на вас следит. Это не о долгах, а о работе. Вам нужно нервничать. Мне зачем нервничать? Какие эмоции? Я ничего никому платить не буду. Зачем не нервничать? Да это ваше право, Дмитрий Евгеньевич. Что ты делаешь? А вы-то что нервничаете? У вас что ли денег взял я? Ну да, ну чуть-чуть меньше зарплаты будет. Я сейчас положу трубку Дмитрия Евгеньевича. Конечно, посчитаешь до 10-ти и успокоишься. А долги у вас достанутся свыше полумиллиона. И вы меня на эмоции не выведите. Я таких должников, как вы, слышу каждую минуту. Какая у тебя трудская работа. А что ты детям своим расскажешь, когда они у тебя появятся? Чем ты занималась в этой жизни? С должниками взаимодействовала? Главное, что вы работали в Альянс Финанс, директором, который не смог заработать денег. Давно этой организации уже не существует. Мы обратились в банк за ответ. Записывай, что вы организации работаете. Записывай новое место работы. Вы своим детям расскажите, что у вас долги есть. А про моих не беспокойтесь. Мои дети знают. А у тебя не надо, чтобы дети были. Зачем? Это же потом начнется. Это же зараза по всей планете распространяться. Коллекторская начнется. Ты чего? Во-первых, бестолковые будут такие же, как я. Должники тоже распространяются. В два раза больше, чем коллекторские агентства. Если бы вас не было, работы был агент коллекторский, так же и не было. Поэтому не нужно преувеличивать свои значения для банка открытия. Вы всего лишь заемщик, который не умеет выполнять свои обязательства. Выкните все это и мысли, Дмитрий Евгеньевич. И жить вам до тех пор с долгом, пока вы не решите самостоятельно в своей никчемной голове какие-то мысли сопоставить, для того, чтобы меня пристыть. Ваш совет меня не интересует. Подожди, но ты же поняла, что ничего не получится. Не дольше, чтобы он на заключение свои ставит. Я хочу понять, вы долго будете уклоняться или нет? Ничего платить никому не буду. Что, неправильно? Не внятку сажать. Дмитрий Евгеньевич, вы будете оплачивать кредит только в три раза больше и подсудующую версию. Объясни, почему МБА Финанс в четвертый раз за вот эти два года. Если вас такой вариант устраивает, это ваша проблема. Дмитрий Евгеньевич, законы почитайте. Радость. Нужно было радоваться на работу, ходить и зарабатывать, а не в банке обращаться. Понятно вам? Прекрасно. Прекрасно. И ты удивишься. Я очень рекомендую вам, Дмитрий Евгеньевич, обратиться к своему работодателю. Я руководитель этого организации. И попросить денег. Прекрасно. Учередители, руководитель генеральной деятельности. Тогда самостоятельно нужно решать свои проблемы, а не обращаться в банк за помощью. Если удосужишься, вот понимаешь, у тебя сколько сегодня должников? Я с вами больше пререкаться не намерена, Дмитрий Евгеньевич. Это самый важный звонок на сегодня. Заскание будет продолжаться и на основании федерального закона 230. Вам будут прислаться звонки и смс-тасширка на ваш номер. Пока вы не начнете платить. Давай, давай. Всего вам хорошего. Друзья, вот этот ролик, вот этот кусочек про МБА Финанс, значит, сегодня у нас 10 мая 2017 года. И вот этот МБА Финанс вновь нарисовался. Я не знаю, как устроен алгоритм работы вот этих коллекторских структур. Как? Они, вот на минуточку, первый раз они мне по этому открытию начали звонить еще. Вот посмотрите, самые старые ролики нашего канала. Им больше года они начали мне звонить. Потом успешно откололись. Это МБА Финанс, ну потому что они чего с меня взять не смогли. Появлялись новые, там, актив бизнес коллекшн, какой-то еще какая-то хрень непонятная. Ну, короче говоря, 5 или 6 контор вот этих вот коллекторских. И вновь они вот сегодня, точнее, до праздников, до майских я стал от них получать смс-ки вновь о том, что они сейчас дают мне шанс оплатить полностью без судебных разбирательств. И вот сегодня поступил первый звонок. То есть я этот ролик выложил именно сегодня, еще раз повторю, 10 мая. И мне вот утром, 10 мая, был этот звоночек. Понимаете, что там у них? У них там, по-моему, уже на уровне программного обеспечения ум за разум заходит. Как, что, почему они включают именно в разработку в свою тех людей, с которыми уже потерпели поражение. То есть нет никакого анализа, нет никаких сопоставлений фактов каких-то, не работают уже, как говорится, с пройденным материалом. Все просто тупо долбят. Вот эти какие-то, видимо, файлы у них там загружены в эту вот программу. И они вот этих вот бедненьких этих звонарей под пули бросают. Не знаю, на что рассчитывает данная конкретная контора. Единственное четкое, конкретное понимание лично у меня, что это бесполезная структура, беспомощная, но в отношении меня, во всяком случае. Ну, давайте еще послушаем что-нибудь интересненькое. Здравствуйте. Ага, здрасте. Компания CZ Invert, специалист административного взыскания, Басков, Денис Евгеньев, женат, наш записывший, поступил на автоматическом режиме, оставайтесь на линии, скажу по какому поводу звоним за ноги, сплата. 800 Дмитрий Евгеньевич? Да я, я, я это. Только сразу просьба, говорите внятно. Задолим по поводу задолженности вашей, по поводу разговора с компанией Ростелеком, которую вы не оплачиваете с 2015 года в сентябре месяца. Сумма долга на сегодняшний день составляет их 737 рублей 92 копеек. Сколько? До 29 числа необходимо произвести оплату. Я же попросил внятнее говорить, сколько, непонятно. Я же вам сказал, 1737 рублей 92 копейки. 1737 рублей? Да? 92 копейки. А, то есть пакетом выкупили, меня еще тысячу человек, да, не разбираясь, должен человек или не должен, да? Сколько, скажи, ты получишь того, если я заплачу? Задолженность была документально подтверждена ваша компания Ростелеком. Я тебе вопрос задал, сколько лично получишь? Сколько тебе хозяин кинет, если я заплачу? Нисколько. Нисколько, слушай, ты вы что, альтруист, что ли? Звонишь, терпишь, когда на тебя помои, коллега в конторе работаешь. Три дни необходимо оплату произвести, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Да, давайте в суде подумаем. 1700 перед суд будет. Суд будет проходить в одностороннем порядке без вашего участия. Там вынесут судебный приказ. Нет, судебно-приказной процесс будет происходить. Это 126 статья, да? В судебно-приказном порядке, да, 126 статья, суд правильно. По судебному приказу у вас будет произведена речь ваших денежных счетов и имуществ за счет подошения этого. Долгосула будет увеличена за счет судебных издержек административных штрафов, которые вы будете оплачивать, Дмитрий Евгеньевич. Я вам уже сказал, какие издержки вы будете оплачивать в полном объеме. Дмитрий Евгеньевич, сумма увеличивается по мере вашего уклонения. Вспомнение обязательств. Прилудительное взыскание вас будет ожидать. На следующий день ваш отказ от оплаты фиксируется. Ожидайте судебного взыскания. Всего доброго. До свидания, Дмитрий Евгеньевич. Должник. До свидания. И вот такую небольшую миниатюру-авантюру я вам предлагаю напоследок. Давайте послушаем. Сразу прошу прощения за нецензурную брань. Здесь я просто баловался. Это тот самый очередной СЗ Инвест, который зарос телеком. С меня хочет что-то получить. Еще утверждают про какой-то договор сессии. Бред полный. Ну, для тех, кто в теме, они знают, что никаких договоров сессии не существует. И еще ссылаются на законы, сволочи. Сами ни одного закона не соблюдают. Надеются лишь только на халяву. Ну, давайте послушаем. Сами все услышите. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте, компания ТЗН. Я специалист управления, связи на заискание. Еще у женщины есть трудной децидатик в договорах. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Да, 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 да. Дмитрий Евгеньевич, она поступила по поводу вопроса вашей задержанности, которая ранее была образована перед компанией Ростелеком по предоставлению соцсвязи. Из-за того, что долг вительное время не оплачивался, в перешком к вам компаниях по договору сети на основе 382-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации договора о переуступке права требования, так как вы ненадлежащим образом свои финансовые обязательства исполнили перед Ростелеком. Значит, имеется у вас задолженность в размере 1738 рублей. И необходимо оплатить до 13 мая включительно. Скажите, пожалуйста, вы нечете оплату по задолженности? Во-первых, я хочу, конечно, поблагодарить судьбу. Наконец-то вежливый, меняемый сотрудник позвонил мне. И действительно приятно разговаривать с вами. Там есть побольше таких, чтобы мне действительно было спокойнее. Как ситуация у вас? У вас все хамы, изредка только нормальные девушки попадаются. Алло. Алло, меня слышно? Скажите, Дмитрий Евгеньевич, вы нечете оплату по вашей задолженности до 13 мая включительно? Не, ну просто мне приятно, понимаете, говорить с вежливым человеком, с нормальным, судя по голосу, меняемым. Я могу спокойно взять, послать его нахуй, и человек спокойно реагирует. Вот вы же спокойно реагируете. Вот давайте еще вместе. Иди нахуй, вместе со своим СЗИнвест. Ну я думаю, что вы до данного вопроса вообще совершенно к делу не отстал. Я бы задала вопрос, будьте добры на него ответить. Ну я же говорю, иди нахуй, вместе со своим СЗИнвест. То есть до этого дальше. Это не ответит на мой вопрос. Вот наконец-то, наконец-то. Вот нормальный сотрудник позвонил, можно общаться нормально. Еще раз, давай, у меня прям душа плет. Иди нахуй, овца тупая. А ну, что сейчас скажешь? Извините, здесь, ну, такие слова только говорят о вашей некомпетенции. Конечно, 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 да, да. Мне еще говорят о том, что вы все посланы нахуй. Я вырежу, и на разговор прерываю. Конечно. И факт будет привести, о том, что процессы взыскания будут продолжаться. И по-моему, пока что не подорожки вам наручат. Мазохисты, давайте взыскивайте. Чего вы взыскиваете-то? Где вы? Ну вот так вот, друзья, продемонстрировал я вам, как с ними можно общаться. Для тех, кто недавно на нашем канале, кто не понимает, почему так можно с ними общаться, я вас перенаправлю в описание этого, либо любого другого ролика. В описании есть ссылочка на наш сайт, на сайт компании Алям, в котором четко рассказано, там есть видео-презентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алям, и почему на самом деле кредит можно не платить, если платить нечем. Вы посмотрите эту презентацию, это видео, и поймете все раз и навсегда. А для тех, кому нужна помощь квалифицированных юристов, вы сможете оставить заявочку, и мы вам перезвоним. Только прежде, чем писать данные в окне, в поле заявки, пожалуйста, посмотрите видео на нашем сайте. Это очень важно. Это действительно важно. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. До свидания, друзья.